Цыганочка с выходом Прогресс КК наверное посмотрели его и подумали, а что если Кречетов или кто еще, на их новой Вольво, изобразит то, что было с Audi Q7 большегруз 40 рус. Посмотрели они, Шишпанов и Телепин, как большегруз 40 рус он же Анатолий Кречетов, устроил пьянку в кабине служебного автомобиля. Сажал за руль постороннее лицо, вспомним видео с Татьяной Камазисткой. И решили перестраховаться посредством нового договора, где кстати и оговаривается запрет на допуск посторонних в кабину. Кстати большегруз 40 рус он же Анатолий Кречетов, ни слова о содержании договора не сказал, а там к слову, ничего сверхъестественного нет. И вот 4 человека решили уйти, но скандалит только блогеры большегруз 40 рус он же Анатолий Кречетов и юрец 40 рус он же Юрий Семерник. Теперь мы свободны как птицы в полете. Кому нужны водители, звоните, пишите, мы безработные. Свободен, как супля в полете. Кто такого подленького гнилого блогера возьмет на работу? Я уже не говорю о том ДТП Сауди. И пьянками в кабине служебного автомобиля. После такого ДТП по вине Кречетова, его вообще надо было уволить сразу. Про то, как он распивал вино в кабине служебного автомобиля, я уже ранее говорил и вот вам это видео. Гаджик дал вина, попробуй. Вот мы решили по бокальчику. Спасибо, Гаджик. Сейчас мы испробуем твое дагестанское вино. 4 человека решили уйти. По Кречетову это большинство. Ну, соответственно, почему мы все ушли из прогресса? Ну, не все, а большинство. А выводы, в принципе, делайте сами. Я рассказываю лично свое мнение. Обращаюсь сначала к руководителю Дмитрию. Дим, честно скажу тебе, не хотел выкладывать, не хотел рассказывать. Но после того, как вы выложили пост у себя в прогрессе в Инстаграме, ну, конечно, чуть обидело, где вы написали там про пьянку. Кто в себе не уверен, кто не подписал договор и все в этом роде. Я понял, в принципе, в чей камень, ну, в чей огород был, да, камень, когда я еще работал на ДАФе. Вот. Соответственно, есть такая система. Меня поймут только водители, вот. Ну, и кто вообще в этом замешан. Вот. Есть такая система. Проход. Я не буду рассказывать подробности. Проход это у большегруз 40 рус, он же Анатолий Кречетов, и тот задний. А по делу говоря, проход это на жаргоне водителей взятки представителям власти. Тут не только ГАИ, но и весовой контроль и технадзор. Таким образом Кречетов, фактически признался, что давал систематически взятки, причем давал сам лично. Это значит, что большегруз 40 рус, он же Анатолий Кречетов, совершал неоднократно преступление. В этой связи Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области, обязано, проверить видео на канале Большегруз 40 рус, автором которого является Анатолий Кречетов, и дать правовую оценку. Но тут я не об этом, это я оставлю на следующее видео. Обращение в Следственный комитет и в прокуратуру, давно уже надо было направить. И по поводу ДТП и вот новый повод появился. Кому нужно, тот поймет. Есть такая система, проход. На проход нам денег не выделяли. И, соответственно, проход был за наш счет, с нашего кармана все эти года. В принципе, я работал, меня устраивало. Соответственно, появилось много водителей, кого стало не устраивать, то, что мы отдаем за проход со своего кармана. Соответственно, мы начали этот вопрос поднимать сначала между собой, в группе, водителями общаться. Соответственно, что? Это дошло до собрания, чтобы поднять этот вопрос на собрание перед руководителем и сказать, там, уважаемый руководитель, да, нас это не устраивает, давайте как-то это решать, что-то, ну, с этим делать. Вот. Ну, есть такая система, в принципе, мне каждый, наверное, водитель поймет, что такое коллектив. Когда коллективом что-то договаривается, решается, когда коллективом, да, ну, как бы, чтобы не быть белой вороны, вот. Есть коллектив, в коллективе все-таки водители что-то там, ну, обговаривают, решают. Соответственно, начинаю я с коллектива. Вся подлость Кречетова в этих словах. Сначала он говорит, я ставил вопрос, а когда его коллективно послали на Ха, то тут он включил любимую заднюю, и ничего он не говорил, и коллектив говно. То есть, большегруз 40 рус, он же Анатолий Кречетов, выступил сначала как провокатор, а когда провокация провалилась, он сразу заднюю. Вот. Коллектив, группа, рация. По рации мы общаемся, все заебись. В группе мы тоже общаемся, вроде бы все договариваемся, все ништяк. Делается собрание, я поднимаю на собрание этот вопрос перед руководителем по поводу прохода. Соответственно, что, ну, руководитель стоит на своем, сбривает с этим проходом, говорит, как вы отдавали со своего кармана, так вы и будете отдавать, мы на проход как бы, ну, давать не будем. Я отвечаю, никого я не просил, никого я не уговаривал. Не надо там, Палыч, говорить, что хули вы этого блогера слушаете. У всех есть своя голова, у всех есть дети, семьи, у всех есть свои семьи. Я никого не принуждал, я никого не заставлял, не говорил, бля, давайте мы вместе сдружимся и, блядь, и покажем этому, да, там. Где-то на канале могу рекламку забабахать, где-то могу, там, с ютуба что-то какая-то копеечка может упасть. С ютуба у него копеечка падает, вот как оно оказывается. Давайте посмотрим, сколько нищенка большегруз 40 рус, он же Анатолий Кречетов, имеет с канала в месяц. А имеет он более 300 тысяч рублей ежемесячно, можно вообще не работать. Как-то мог эти все затраты, в принципе, компенсировать себе. Я говорю за себя, я как бы скинул адвокату, вот, у нас еще там такая фишка была, что есть договор аренды автомобиля, вот, и есть договор материальной ответственности. И, как бы мне сказал адвокат, ну, понятное дело, ты арендуешь автомобиль, и если ты его расхуяриваешь, то вся ответственность на тебя ложится. Договор отказался подписать потому, что в прогресс такая-то не Карина Сорокина, которую можно было обматерить, а потом еще и купить. В прогрессе жила бы покруче Кречетова, а не его за ту новую Вольву, вывернули бы на его гнилую изнанку по полной программе. А то, как вино пить в кабине посторонних до управления допускать, это нормально, а отвечать нет. Я думаю, охуенно как бы, ну, честно говорю, просто за себя, ни за кого, никому ничего, ну, не внушаю и не внушал никогда, вот. Я, соответственно, что, принимаю выбор не подписывать этот договор. Я, как бы, слово, да, я мужик, за свои слова отвечаю. Ну а как большегруз-40 рус, он же Анатолий Кречетов, отвечает, я думаю, всем нормальным людям понятно по истории ДТП с Ауди Кью-7. Вы можете подписаться на канал Уксус Влог для быстрого доступа к новым видео. Ссылки на источники информации и на полные материалы ниже в описании. А на данный момент это все.